Это B2B, это называется Revenue Intelligence System. Мы делаем actionable аналитику для всех команд, связанных с кастомерами. Это sales и маркетинг, и customer success команды. Мы анализируем бизнес коммуникации с CRM-системой и помогаем бизнесу оптимизировать продажи и поддержку клиентов. Сегодня я буду рассказывать про Spark и библиотеку Spacey в контексте создания NLP-пайплайнов. Это будет basic уровень, поэтому если вы уже знаете что-то про Spark и Spacey, может быть, вы даже ничего интересного не вынесете здесь. Но если вы не знаете, то сегодня у вас будет такой hands-on experience. Вы сможете попробовать какие-то basic вещи в Sparky и в Spacey. Давайте начинать. Так, сейчас я перетащу Firefox. Чик. Давайте, наверное, я Mirror сделаю, чтобы удобнее было. Да, да. Оп. Да, отлично. Значит, напомню, при реквизите к воркшопу вам нужно было установить небольшой Docker image. Ну, как небольшой? Большой Docker image. Скачать news category dataset из Kaggle. Мы сегодня с ним будем работать. В качестве примера сбилдить Docker image, и его можно будет запустить. Сейчас я его запущу. А, да, запустим Docker. Чик. Так, пока Docker стартует, значит, я расскажу немного про Spark и Spacey. Вы можете в любой момент меня прерывать и задавать вопросы, если вам что-то неясное, или вы что-то дополнительно хотите узнать. Без проблем я об этом расскажу. Ну, что там? А, Дима, какие репозитории? А, там маленькая, а зэб большая. Репозиторий? Вот он, вот он, репозиторий. Так, где мой Docker? Где мой Docker? О, вот мой Docker. Контейнер содержит в себе все необходимое. Там есть и Jupyter Notebook, и сам Spark. Кто не знает, как логиниться в Jupyter, на всякий случай напомню, он здесь при старте выдает токен, который вам нужно скопировать в экран логины. Вот наш ноутбук, с которым мы будем работать. Сейчас я уберу все лишнее отсюда. Так. И так. Вот как-то, наверное, так. Видно хорошо всем. Или увеличить еще. Вот, наверное, так будет нормально. Собственно, какие цели сегодняшнего воркшопа? Познакомить вас с Apache Spark, движком распределенных вычислений, с его программной средой. И познакомить вас со Spacey библиотекой и разными возможностями ее. Давайте начнем со Spark. Собственно, что такое Spark? Это Apache Foundation проект, open source. Это движок для распределенных вычислений. Написан он на скале, но он поддерживает разные программные модели. Есть и скалы, и джава, и питон, и даже R. Поэтому вы можете использовать один из этих языков для создания application на Spark. Как бы он внутри себя содержит ряд модулей. Вот это основные модули, которые там есть. Это прежде всего SQL. В основном это Hive SQL. Мы сегодня будем его много использовать. Есть Spark Streaming для создания real-time applications. У него есть своя библиотека для машинного обучения. Довольно простенькая. То есть там есть в основном это линейные модели и деревья решений. Плюс некоторые трансформаторы. И есть библиотека для вычислений на графах. Это графы X. Но опять же это не все модули. То есть люди пишут много дополнительных компонентов. И вы можете их найти. Сегодня мы в основном сосредоточимся на Spark SQL. Spark может работать с различными data source. Поскольку это как бы big data движок. В основном это big data ориентированные data source. То есть это распределенные файловые системы. Типа Hadoop файл-систем. Это S3. Это Cassandra. Что там еще? Hive. HBase. И традиционные базы данных через JDBC коннекторы. То есть это Postgres, Oracle или MySQL. Spark тоже может, скажем так, он не только может, вы можете не только читать с разных data source. Spark сам может прикидываться SQL сервером. У него есть endpoints, по которым вы можете заходить и ранить SQL запросы. Как если бы это был Postgres. Чтобы понять, что такое Spark, наверное, легче всего сравнить его с Hadoop. Напомню, как вычисления проходят в Hadoop. То есть это MapReduce система. У вас есть распределенный кластер, состоящий из какого-то количества рабочих нот. И когда вам нужно выполнить какую-то операцию над большим массивом данных, собственно, вы пишете код на одном из языков, который Hadoop поддерживает. У вас есть data source, это какой-то, как правило, HDFS, Hadoop File System источник. Вы читаете файл, маппите свою функцию. Например, это может быть какой-то корпус текста, скажем, Shakespeare. Вмаппите функцию, например, вы токенизируете текст и подсчитываете количество слов. И затем вы можете выполнять reduce операции. То есть вы можете reduce операциями, например, выяснить, какое слово чаще всего встречается, или провести сортировку, или еще что-то. И у вас может быть много последовательных из таких операций. Как правило, между вот этими итерациями вы сохраняете данные, сбрасываете данные на диск. Почему это необходимо? Потому что вы имеете дело с распределенной системой. В любой момент одна из нот может выйти из строя, она может крашнуться, у вас может быть spot instance, и кто-то просто перекупит ваши вычислительные ресурсы. И поэтому нужно сбросить промежуточный результат на диск, чтобы не повторять вычисления. Естественно, в Hadoop это выливается в дисковое I.O., стерилизация, вопросы, связанные с репликацией данных и прочее, прочее. В Spark это происходит несколько иначе. Что делает Spark? Первый раз, когда вы сталкиваетесь с кодом, написанным на Spark, и это не всегда сразу заметно, Spark ленивый. То есть, когда вы пишете код, это не тот код, который на самом деле будет выполняться. До тех пор, пока не встретится, вы не вызовете определенные методы, которые в терминологии Spark называются action, и ваши вычисления не стартанут. Зачем это сделано? Это сделано за тем, чтобы Spark имел возможность сделать внутреннюю оптимизацию. На самом деле он строит граф вычислений. Вместо самих вычислений в начале это направленный ациклический граф. И каждая ваша строчка кода превращается в какую-то ноду на этом графе. Затем Spark может оптимизировать этот граф, передвинув ноды. К примеру, вы можете вызвать фильтр где-то там по графу, и Spark может решить, что Spark может сделать pushdown этого фильтра вплоть до самого источника данных. Например, у вас был какой-то SQL expression, и Spark может взять и вставить фильтр, который вы где-то позже вызвали прямо в этот SQL clause будет у вас where условия, например, добавиться. Если одна из нод… Spark использует память для вычислений, то есть он использует, хранит данные в RAM. Если одна из нод выходит из стро, он просто может повторить вычисления по… зная граф операции, он может повторить эти вычисления. В результате чего обычно Spark работает в 10-100 раз быстрее, поскольку нет меньше дисковых задержек и репликации. Давайте, наверное, еще один момент. Поговорим немножко про программную модель. Spark предоставляет разработчикам свою программную модель. В основном вам нужно знать о трех видах абстракций в Spark. Это RDD, это DataFrame и это Dataset. Сегодня мы будем говорить только про DataFrame, поэтому я не коснусь вот этих оставшихся двух абстракций. Что такое DataFrame? По сути, это, если вы работали с Pandas, это такое табличное представление данных, это табличная абстракция, но с единственным условием, на самом деле, это таблица распределенная. То есть внутри этот DataFrame делится на разделы. Разделы в распределенных системах представляют собой как бы неделимый юнит параллелизма. Это значит, что каждая отдельная нота работает со своим разделом. Это понятно, да? Меньший раздел как бы между… Это наименьшая часть работы, которая может быть выдана отдельно взятому воркеру в кластере. И вот эти операции мэппинга, редюса, они все происходят именно с разделами. Но для вас, как для разработчика, вы видите как бы абстракцию таблицы, как бы абстракцию DataFrame. Давайте начинать. Первое, что мы делаем, мы загрузим наш как раз SQL модуль PySpark, Spice и Pandas нам понадобится. Инициализация любого Spark аппликейшена проходит вот таким вот образом. Мы сейчас его стартанем. И там в нашем терминале он тоже стартанет. Это локальный Spark, то есть этот Spark не на кластере, а в Docker контейнере. На практике вы, конечно, обычно имеете дело с каким-нибудь хостед-вариантом Spark. То есть это, например, EMR от Амазона. В AWS есть хостед-версия. В Azure есть Spark. Или же мы, например, используем Databricks Spark. Это авторы, собственно, самого Apache Spark. Но, конечно, можно заморочиться, развернуть его собственными силами, хотя это довольно трудоемкая задача. Вам понадобится DevOps и все прелести, связанные с этим. Мы сегодня будем работать с вот этим датасетом с Кегла. Что он из себя представляет? Это JSON файл. Он содержит в себе несколько полей. То есть это категория. Давайте я его сразу загружу, чтобы было понятно. Это категория. То есть к какому типу новость относятся. Например, это, может быть, политические новости, World News, спорт и прочее. Ох, тут немножко не так влезло. Ну ладно. Собственно, это entertainment, crime, что тут есть, World News, politics и так далее. Это датасет с сайта Huffington Post. Там что-то порядка 20 тысяч новостей, рекордов. Здесь есть headline, есть авторы, линк на новость, краткое описание и дата. Вот с таким датасетом будем работать. Что здесь происходит в первой строке? Как я говорил, Spark может работать с разными data source. В данном случае мы просто читаем JSON файл, но вы могли бы указать здесь линку на S3 и он с таким же успехом прочитал бы ваш файл с S3 или HDFS. Опять же, Spark ленивый, то есть и здесь есть непосредственное преимущество такой ленивости. Здесь я вызываю action, который называется show. Он показывает первые 20 рекордов в датасете. То есть, когда я вызываю операцию read, на самом деле ничего не происходит. То есть, потом я вызываю action show. Spark знает, что нам понадобится только 20 рекордов, и поэтому он прочитает именно 20 рекордов из вашего data source. Что очень удобно, потому что обычно вы имеете дело с миллиардами, с миллионами записей в бигдате. Значит, сегодня мы будем работать, как я уже говорил, с сиквелом. Это будет чуть проще для вас, потому что все мы так или иначе гораздо больше сталкиваемся с обычными революционными базами данных. Но я буду также приводить примеры на родном API PySpark тех же самых операций. Мы создадим временную табличку, это hive табличка, чтобы иметь возможность запускать SQL запросы. Ну, как бы первый такой маленький запрос. Давайте посчитаем количество рекордов в этой таблице. Как видите, здесь, как я говорил, 20, 200 тысяч рекордов. Прошу прощения. И абсолютно аналогичная команда, но в API PySpark. Возвращая там тоже число. Чуть более advanced запрос. Здесь мы попробуем посмотреть, сделать группбай по категориям, посмотреть, сколько новостей в каждой категории относится к каждой категории. Здесь чуть сложнее. На самом деле, вот это пример, несмотря на то, что это такой невинно выглядящий SQL query, это пример map reduce работы. Что мы здесь делаем? Мы к каждому рекорду мы подсчитываем количество новостей по категориям. И, по сути, когда мы говорим здесь группбай, мы выполняем… Да. А, да. Пардон. Подниму, конечно. Вот так, да? Окей. И когда мы делаем группбай, происходит передача данных по сети. Когда вы делаете распределенные приложения, в них есть немного другие понятия о том, что такое хорошо, что плохо, что такое медленно, что такое быстро. И это не совсем те понятия, к которым мы привыкли, когда пишем программы для какого-то конкретного сервера. В распределенных системах, если говорить просто грубо, любые локальные операции считаются быстрыми, а любые операции, которые требуют данных по сети, считаются медленными. В терминологии Hadoop и Spark передача данных по сети называется shuffle, потому что данные как бы раздаются воркерам, передаются по сети, как если бы это вы раздавали колоду карт. И когда вы пишете код, вы все время должны думать о том, как вы можете написать, решить задачу так, чтобы как можно больше операций происходило локально. И как можно меньше операций требовало передачу данных по сети. Но здесь… Да? Можем попробовать работать с сабсетом? То есть ограничить сразу, чтобы не двести здесь… Безусловно, безусловно, да. Мы можем работать с сабсетом. Я покажу дальше, как это делать. Когда вы вызываете… Ну, конечно, когда вы требуете операции вроде сортировок или группировки, да, вам не избежать передачи данных по сети. Спарк делает все, что можно, чтобы ограничить это. Например, он может сначала посортировать данные локально или сначала посчитать ваши аккаунты локально, чтобы передавать только вот какой-то небольшой кусок данных. Ну, здесь, как вы видите, у нас три топика доминируют, да, то есть это политика wellness и entertainment. Собственно, так выглядят аккаунты нашего датасета. Аналогичный запрос, только используя Python. Все те же самые операции. Мы получаем то же самое, да. Ну, вот начнем давайте с первого задания. Сюда его выведу, видно его. Задача для вас небольшая, да, то есть нужно будет вывести самый длинный headline для новости. Вы можете использовать в качестве примера предыдущие SQL query. Вам понадобится функция длины, вот здесь вот, и функция limit, которая есть в любом SQL. Нам нужен только один элемент. Здесь я привел ссылку на документацию с парка. Здесь есть описание того, какие вообще бывают функции в core. Мы с вами будем есть, ну, как видите, здесь довольно большое количество разных функций. Мы с вами будем использовать функцию длины. Сейчас мы ее найдем здесь в документации. Ну, вот эту, да. Здесь приведен пример для родного питоновского API, но я думаю, вам легче будет написать просто SQL запрос. Совершенно верно, да. Вы можете использовать родной API с парка, вы можете использовать SQL запросы. Конечно, конечно, да. Все эти функции есть в SQL запросы. Вы можете вызывать их в SQL. Сделано это для удобства, потому что, как вы понимаете, учить новую программную модель сложно, а в основном Data Science, Data Engineer с университета уже выходят со знанием SQL, ну, по крайней мере, из хорошего. И легче, легче начать с SQL запросов, а потом уже переходить на родной API. И у того, и у того есть свои бенефиты. Как вы понимаете, с SQL стартануть легче, но складировать бизнес-логику в строки – это не очень разумное решение для продакшена. То есть, скорее всего, в продакшене вы будете использовать обычные API-запросы, чтобы интерпретатор или компилятор мог проверить ваш код. Особенно это касается Java и Scala, чуть в меньшей степени Python. Но, тем не менее, вы можете много сделать и в Python и так далее. Конечно, да, конечно. Ну, это просто не очень хорошая инженерная практика, как бы прятать бизнес-логику в гигантский SQL запрос. Одинаково, да. Одинаково. Это будет… Имейте в виду, что код, который вы пишете, это не тот код, который выполняется. То есть, код будет транслирован в живем, если это Python, например, через Py4j, там будет фаза. У Spark идет со своим внутренним компилятором под JVM, и это не Java C, ну, стандартный Орелковский компайлер. Это их собственные… Ну, не их собственные, они купили проект, который делает быструю компиляцию. И в JVM будет скомпилирован этот код. Да, то есть, если это SQL, то это просто будет SQL разобранный и тоже будет скомпилирован в аналогичный код. Ну, смотрите, обычно вы используете какой-то хайв сервер, это называется, и для вас обычно это прозрачно, потому что вы когда стартуете кластер, реквизит этого хайв сервера находится в конфигурации, в переменных окружениях. И запрос будет выглядеть точно так же. То есть, Spark будет знать до запуска, что у него есть… Да, совершенно верно. Да, Spark. Обычно в хороших хостед-энвайментах, вот как в Databricks, они сразу дают свой хайв сервер, и вы просто вызываете Spark Table или Spark Create Temporal View, и у вас это все будет транслировано в хайв. Получилось у кого-то? Какая самая длинная там? 320, да. Давайте я попробую написать свое решение. Скопируем вот этот вот запрос. Нам, значит, нужен хедлайн. Нам нужна длина хедлайна. Назовем это длиной, это поле. From News, group by нам не нужен. Order by. Order by нам нужен. Нам надо посортировать по длине. И нам нужно только одно поле, то есть один рекорд. Да, по-моему, так. Select headline, length, headline as length, from News, order by length. Descending. Окей. Давайте посмотрим. Done. Да, 320. Окей. Двигаемся дальше. Это было такое маленькое интро в Spark, чтобы вы что-то попробовали, что-то узнали. Теперь мы немного поговорим про Space. Значит, вообще на рынке всяких NLP и тулкитов на самом деле валом. Вот. И есть коммерческие, есть некоммерческие, есть академические, там вроде там Stanford Open, NLP и прочие. Но есть между ними очень большая существенная разница, которая появилась буквально недавно. В основном все эти тулкиты были направлены на research. Вот так исторически сложилось, что они создавались research целями, университетами и так далее. Почему он прыгает так? Ну а сейчас NLP уже, видимо, область NLP, она вызрела в некотором смысле. И появляются хорошего уровня industrial библиотеки, в том числе open source, в том числе бесплатные, такие как Spice, с хорошим API. Если кто работал со Stanford NLP, он знает, что API хороший, это очень важно, потому что в Stanford NLP такое впечатление, что студент каждого курса оставил там свой след незыблемый и там очень сложно просто разобраться что-то в чем-то. А здесь как бы одна небольшая как бы компания авторов сделала прекрасный API, на самом деле образец того, насколько хорошо выглядит Python код. Вот я считаю это в библиотеке Spice очень хороший пример. как надо писать на питоне. Эта библиотека базирована на NumPy, она очень быстро выполняется, с ней поставляются претренированные модели, многие из которых, если не state of the art, то близко к нему. Эти модели general purpose для общего пользования, они не заточены на одну конкретную цель, они как бы общего назначения, насколько это возможно. Конечно, в Spice вы не сможете попробовать последнюю модную архитектуру, для этого у нас есть такие вещи, как PyTorch и TensorFlow, но если вам нужно решить задачу в продакшене с готовыми моделями на уровне отличным от нуля, то Spice для этого идеально подходит. Я вам сегодня покажу некоторые примеры. Какие фичи есть в Spice, они на самом деле достаточно стандартные для всех NLP тулкитов. Давайте я их перечислю. Значит, первая задача у нас токенизация. Напомню, что токенизация это разделение корпуса текста на индивидуальные юниты, на токены. Если вы думаете, что это простая задача и надо просто по Spice разрезать текст, то это не так, потому что это зависит от правил языка. Есть языки, где нет пробелов. вспомните также, что пунктуация у нас по-разному используется. Например, слово UK, United Kingdom, там есть точка, тем не менее UK это не два разных токена, UK это один токен. Все это надо учитывать в правилах токенизации. Поэтому это довольно нетривиальная задача на самом деле. Part of speech тегging, когда мы каждому токену assign-in метку, то есть это существительное прилагательное глагол и так далее. Дальше у нас будет пример, как можно извлекать такие вещи из текста. Очень часто, например, язык по своей природе избыточный, естественный язык, и очень часто нам нужны только некоторые вещи из текста. Например, мы хотим получить набор существительных, как фичи для нашей модели. Очень часто это работает лучше, чем работа со всеми словами подряд. Part of speech тегging, синтексический разбор, то есть у нас подлежащее, продон, dependency parsing, строится дерево, подлежащее, сказуемое, мы понимаем, что такое субъект, что такое объект в тексте, кто что сделал в буквальном смысле и так далее. Лематизация, это своего рода нормализация слов, то есть мы приводим слова к единой форме, например, was, were становится be, множественное число приводится к единственному и так далее. Да. Да. Нет, не заточено. Sentence boundary detection, обнаружение границ предложения. Тоже очень сложная задача, если вы вспомните, есть языки, в которых не используется пунктуация, есть языки, в которых справа налево читают, слева направо, сверху вниз, то есть у нас очень большое богатство языков, есть языки, где там два иероглифа и это все предложение, и sentence boundary detection довольно серьезная задача, Spice умеет это делать. Затем name entity recognition, это то, что мы сегодня с вами будем делать, это когда мы на токене осайним метки каких-то real world объектов, например, это мы пытаемся понять в тексте, это персона, это организация, это там политическая партия, это деньги и так далее, то есть подобную информацию мы пытаемся извлечь из текста, это адрес может быть и прочее. Есть очень важная задача в NLP, это поиск similarity, подобий, зачем это нужно, это чисто поисковая задача, когда вы хотите найти в корпусе документов или в корпусе текста самые близкие к этому конкретному слову или к вашему запросу документы, слова, предложения и так далее. для этой задачи вместе со спейс поставляются так называемые word embeddings, там используется glow, если вы знакомы с embedding вообще. Смотрите, там есть несколько вариантов. В простейшем виде вы можете получить вектор, когда у вас есть токен, у каждого токена есть границы в старт, старт, стоп, в количестве символов, вы можете он на любую границу возвращает средний вектор, то есть если вам нужен вектор предложения, то будет средний вектор предложения, средний вектор всех токенов. Но там есть и более advanced модели, правда они не по умолчанию поставляются, где у вас есть sentence to wag, doc to wag, эмбеддинги такие чуть более хитрые. Они не по среднему сделаны. Spice поставляется с эмбеддингами, но не во всех моделях, то есть в самых больших и средних моделях есть эмбеддинги, по-моему большая модель это порядка 800 мегабайт, там что-то около миллиона с лишним в словаре эмбеддинга. Есть medium модель, она там что-то с пару сотен и есть small модель, в ней вообще нет эмбеддинга, она 34 мегабайта всего. Надо понимать, что от этого зависит ваши ресурсы. То есть 800 мегабайт вам нужно в рам держать в каждой ноде и так далее. То есть можно сделать small модель, small модель она там distilled, скомпрессированная, как бы выкинуты все вектора. Но она дает чуть хуже precision recall, но как бы 34 мегабайта это 34 мегабайта. Вы можете решать задачи текстовой классификации с помощью space. Есть также rule-based matching. Вы можете добавлять свои правила. Как правило в NLP именно вы начинаете свою работу не с high-end machine learning, а именно с правил, потому что у вас есть какие-то уже знания о том, что вы хотите найти, какие-то базовые доменные знания, и вы можете быстро эти знания превратить в правила. Например, вы ищете существительные, которые удовлетворяют такому-то регулярному выражению. Все это в spice можно добавить, она такая plagable. Я сейчас на этом остановлюсь подробнее. Опять же, несмотря на то, что мы ограничены в выборе архитектуры, у нас архитектура всех сетей прямо задана, это, если не ошибаюсь, иерархически deep learning сети с attention механизмом. Тем не менее, мы можем их тюнить. Есть процедура тюнинга, есть процедура тренировки с нуля. Если у вас есть свой корпус данных размеченных, вы можете адаптировать spicy модели к вашим данным. Пайплайн. Значит, давайте вот так. Видно, да? Внутри spicy есть pipeline, по которому проходит трансформация вашего текста в документ. Начинается он с токенизатора, как я уже говорил, там есть тегер, part of speech, тегер dependency parsing, nemated recognition и так далее. Вы можете вставлять свои степы в pipeline, некоторые из них зависят от предыдущих, некоторые не зависят, вы можете выключать эти степы в pipeline и так далее. Ну, давайте теперь попробуем что-то сделать. Как я уже говорил, мы будем работать с маленькой моделью, это английская модель, собранная на common crawl, по-моему, 34 мегабайт, и вот у нас будет такой текст in 2018 the Debian Linux project received a donation of 300 thousand bucks. Загружаем spicy модель, процессим вот этот вот текст в документ, и первая задача у нас, мы просто побьем текст на токены. Документ это обычный итератор в питоне, что очень удобно, никаких там методов не надо знать, и мы выводим токены. И тут первое, что вам уже наверное бросится в глаза, видите, он отделил символ доллара, несмотря на того, что здесь нету пробелов и сумму в разные токены. Второй пример, здесь чуть сложнее, мы вызываем итератор, который проходит только по существительным, и здесь вы видите, spicy умеет объединять токены, мы видим, что существительное здесь the Debian Linux project, что является правильным, и add donation. Таким образом вы фильтруете как бы все остальное, если вам нужны только существительные в тексте. Еще один пример, здесь мы хотим получить только токены, похожие на числа. на самом деле у объекта токен там целая пачка атрибутов разных, вы можете извлекать текст, токены похожие на email, на url, там вы можете добавлять свои атрибуты и делать довольно забавные вещи. И теперь у нас задание номер два будет, как я говорил, мы сегодня будем работать с name entity extraction. У spicy вам понадобится у объекта document есть атрибут entities сокращенно и затем у токена есть attribute label. Попробуйте вывести все entity, которые присутствуют вот в этой строке и которые spicy поддерживает. Я здесь привел ссылку на небольшой чит чит. здесь на самом деле в зависимости от задачи, которую вы пытаетесь выполнить, здесь есть разные примеры кода, как это сделать. Нам понадобится вот этот named entities. Здесь приведен пример, как с ними работать. Извините. я также могу показать весь список entities, которые поддерживают претренированная модель. Здесь их довольно большое количество. Вот она натренирована на корпусе on the nodes 5. Как видите здесь у нас что там персон. да. Я допускаю, что что-то такое вы можете сделать. Вам придется с нуля конечно с blank модели это делать, но я допускаю, что можно сделать. Да, есть на википедии натренированная multilanguage модель, это правда. токенизация и все. Но возможно взять корпус польского или турецкого делать, вы можете модель с деталью с 3 и какой закрытый не может быть. Нет, это публичный репорт. Да, не может. Вот кто-то уже форки делает. Да, я хотел показать различные name entity, которые вот эта конкретная модель может извлекать, то есть это person, national, religious or political group, building airports, highway, organizations, geographical locations, product names, events, work of art, law, language. Да, много, напомню, это для английского языка у нас модель. попробуйте извлечь name entity как раз вот из Debian Linux предложения. Что, что? Надо все блоки там пройтись последовательно, конечно. у кого-то получилось что-нибудь? Окей. Ну, пока вы делаете, я еще немного про Spice расскажу. То есть вам нужно четко понимать, зачем вам нужен Spice. если вы делаете research, то Spice конечно не ваш инструмент. То есть вам понадобится скорее всего PyTorch или TensorFlow, если вы хотите заниматься deep learning например с NLP и реализовать какие-то последние навороченные модели. но если ваша цель это delivery в production уже работающих моделей, про которые есть подтверждение, что они работают и работают хорошо, если это нужно сделать быстро, чтобы код быстро выполнялся, чтобы у вас было много опций по packaging delivery, то Spice здесь отлично подходит. Модели в Spice, когда вы их тренируете или когда вы создаете свои, они пакуются как обычные PyPy пэккеджи и в production вы просто в requirements текст добавляете вашу модель с версией и деливерите ее например из артефактора или просто с файловой системы например. Да. А есть вопросы в Spice по активности защиты например на словечко не правильно мы понимаем вы имеете ввиду синтаксические ошибки миспеллинг из коробки такой штуки нет но вы можете решать это с помощью эмбеддингов обычно слова даже с синтаксическими ошибками употребляются в том же контексте соответственно как я уже говорил Spice поддерживает similarity поиск вы можете по эмбеддингу поискать по сути ближайшее слово и пофиксить ошибку давайте я попробую сейчас найти Spice models надо указать да сейчас где-то здесь было такое замечательное сравнение между моделями сейчас я попробую да сейчас я попробую найти его я наверное где-то здесь models English вот наверное да синтекс accuracy да похоже вот смотрите вот small модель да здесь описано что она поддерживает то есть что в core входит словарь syntax entities вектора жанр на котором модель была натренирована это очень важно да то есть это блоги news comments size о она похоже стала еще меньше 10 мегабайт в пайплане есть тегер парсер нерв да вектора отсутствует источники onto note и здесь пошли вот оценки вот syntax accuracy здесь можно почитать ну у меня вот не выводят из-за того что совсем маленький экран из-за проектора но здесь по каждой вот f corner precision recall и мы можем посмотреть сразу большую модель здесь конечно будет отличаться оценки то есть и там и там есть токенайзер то есть да обычно они отличаются то есть список задач одинаковый кроме эмбеддингов то есть эмбеддинги по очевидной причине как бы поставляется только в большой и в медиум модели и в смол их нету но для всех остальных задач одинаковый функционал и отличается только точность ну ваша метрика там precision recall и так далее если вы готовы немножко пожертвовать за как бы за место то вы можете выбрать модель которая для вас лучше всего подходит здесь на самом деле для каждой модели приведены эти оценки и в чем разница ну что получилось у кого-то давайте наверное я уже приведу свое решение какое-то окей нам нужен мир да давайте я вот это скопирую например так нам нужен вот этот атрибут у нас entities ой entities for entity in doc entities и нам нужно напечатать все да print entity текст и entity label я думаю как-то так окей смотрите что у нас вышло да 2018 date debian national or religious or political organization даже не знаю к чему ближе debian наверное к религии linux organization и 300 тысяч это money да вот такие name entity удалось в этом приложении опознать с помощью претренированной модели маленькой которая входит в поставку и теперь для вас будет третье задание смотрите мы узнали уже как пользоваться спарком мы узнали как с помощью space извлекать name entities в этой задаче от вас что потребуется вам нужно как бы соединить мощь так сказать обоих инструментов и написать функционал для спарка значит мы хотим получить вот такой вот output то есть напоминаю у нас news dataset мы хотим из short description в извлекать получить для каждого такой список dictionaries в питоне то есть еще раз мы даем short description в нерв и она нам извлекает вот список того что было найдено кто-то там спрашивал про subsample давайте с этого начнем вот это пример того как сэмплировать данные из датасетов из бигдаты здесь есть встроенная функция sample у data frame news который мы загрузили из json напоминаю вы выставляете фракцию да вы выставляете fraction который вам здесь нужно в данном случае мы берем очень-очень маленькую часть датасета это будет честное рендом сэмплирование и мы выключаем replacement он нам не нужен можно выставить seed для ну вы можете сэмплировать даты с повторением или нет если вы в статистике знакомы с процедурой бустинга это как раз бустинг процедура но в данном случае нам не нужны повторы вы можете выставить seed ну и мы создаем временную таблицу для нашего сэмпла мы называем news sample что такое space wrapper это небольшой технический момент связанный с тем как загружать внешние различные библиотеки которые не могут быть стерилизованы в spark обычно на кластере если вы хотите добавить какую-то библиотеку будь то space или numpy или еще чего-то там вы должны убедиться что ваша библиотека присутствует на всех нодах на всех воркерах иначе у вас будут проблемы вы не сможете использовать вообще когда вы пишете функцию вопрос был вообще когда вы пишете функцию что происходит то есть мало того что она там проходит оптимизацию компилируется в байт-код этот байт-код цирилизуется высылается по сети на воркеры чтобы он там мог применяться апплайаться на partition со space так не получится потому что space не будет цирилизовано поэтому мы как бы загружаем space на worker нодах но для того чтобы не делать это для каждого рекорда потому что у нас 200 тысяч а это могут быть миллионы вы понимаете что инициализировать класс с моделью в 30 мегабайт или в 700 для каждого рекорда это довольно дорого и медленно мы хотим сделать это по крайней мере для раздела то есть вы можете проинициализировать загрузку что-что да вы можете вот таким вот такой оберточкой произвести инициализацию в рамках раздела обычно разделы большие то есть для ходу по это 512 мегабайт размер стандартного раздела как бы ну это уже бигдата особенности скажем так что собственно от вас требуется в этой задаче значит наша задача написать вот эту функцию мы хотим напоминаю мы хотим извлекать из документа вот эти вот лейблы то есть это организация это конкретное упоминание человека или это geographical location вернуть вам нужно список dictionary список я для вас уже тут подготовил вам нужно его только заполнить и собственно спасибо у вас загружено и возвращаем мы этот список наружу я понял да это и есть такая нолпи задача извлечение интента я не знаю ответа на этот вопрос вот в конкретно в контексте space не могу сказать есть ли там такой функционал то есть не сталкивался не сталкивался не сталкивался пока вы пишете функцию я немного коснусь того что здесь будет дальше происходить в спарке вот мы до этого пока сталкивались с функциями которые есть в core спарка да это было вызов длины вызов каунта но на самом деле вы в спарке свободно писать свои собственные функции и добавлять их в ваш пайплайн вы можете писать как нативные функции так и регистрировать их для того чтобы их можно было вызвать в сиквел запросах как вот длину например и здесь как раз пример того как мы будем создавать такую функцию то есть это обычная питоновская функция но для ее регистрации что нам нужно нам нужно указать схему приблизительно такую же схему как вы указываете при создании таблиц где-нибудь в пасгрессе но только на языке в программной модели спарка то есть значит список это у нас array type в терминологии спарка dictionary это у нас struct type у него у dictionary есть поля label и text оба это поля оба этих поля имеют string type и еще мы можем указать как в сиквеле nullable это поле или не nullable если это поле nullable если это поле не nullable то если спарк вдруг найдет отсутствующее значение в этих данных он кинет exception если это nullable поле то это будет просто молча пропущено затем мы берем нашу функцию которую мы написали и схему которого мы здесь ожидаем на выходе этой функции мы ее регистрируем вот с таким-то именем и потом мы сможем эту функцию использовать в сиквел запросах на языке Spark они называются UDF User Defined Function по сути что мы сейчас сделаем мы с вами вот в этой как бы терминологии MapReduce мы сейчас с вами сочиняем Mapper мы сейчас сочиняем Mapper функцию которая будет замеплена на наши данные сочиняем Спасибо. Ну, давайте я тоже покажу, начну свой solution делать. Итак, напомню, нам нужно из short description извлечь вот эти вот named entities. То есть у нас будет, мы можем прямо скопировать из task 2 то, что мы здесь сделали. Так. Значит, что нам нужно здесь? Прежде всего нам нужно проверить, что наши entity label из вот этого набора, да. Затем нам нужно, нам нужно вернуть, сейчас мы создадим dictionary с вами. Так, что у нас там ожидается? Label text. Label. Это у нас entity label. Затем текст. Entity. Текст. И затем нам нужно же это все в список добавить. Что у меня тут? Все в порядке. Так. Окей. И нам нужно теперь вот в этот список добавить то, что мы извлекли. Append. Так. Ну, наверное, как-то так. Давайте проверим. Ну, значит, для каждого entity мы проверяем вхождение. Окей. Если это org person, gpe, то мы создаем entity, добавляем его в список. И потом мы возвращаем список. Ну, по идее все как мы хотели, да. Применяем схему, регистрируем функцию. Теперь мы можем выполнять запрос. Запрос у нас следующий, да. Select short description. Мы применяем функцию near short description as entities from news sample. Выполняем. Вот еще один пример. Практически мгновенно выполнилось, потому что на самом деле ничего не выполнялось, да. То есть Spark просто поставил еще одну ноду в графе операций. До тех пор мы можем сколько угодно писать такие функции последовательно. То есть этот граф будет расширяться, расширяться. И только когда мы вызовем какую-то action функцию, в данном случае это tupendous, только после этого начнется вычисление. Что здесь происходит конкретно со случаем pandas? Мы трансформируем наш data frame в обычный pandas-овский data frame. Надо сказать, что, конечно, в продакшене… Ух ты! Конечно, в продакшене вы такой код не будете писать. Окей. Мы пропустили вот здесь, да. space-upper. В продакшене такой код вы не будете писать, но мы здесь хотим вывести результат на экран. Почему? Потому что что происходит? Вы работаете с big data. Вы работаете с big data и у вас работа распределена, как я уже говорил, по разделам в этих нодах. Нод может быть тысячи, это может быть гигабайт информации. Когда вы вызываете вывод данных на экран, например, как тупендес, это значит, что данные будут высланы только на одну единственную ноду. И это, конечно, антипаттерн, потому что это самый легкий способ крашнуть все аппликейшн, выслать пару десятков гигабайт данных на одну единственную ноду. В данном случае нода, на которую будут высланы данные, она называется driver. Это на самом деле нода, на которой выполняется вот этот код. И когда вы работаете в среде ноутбуков, будь то в EMR или в Databricks, обычно вы хотите видеть только сэмплы. То есть, конечно, никто не будет принт делать гигабайт информации. Вы хотите получить какой-то сэмпл, чтобы получить представление о том, что происходит с вашими данными. Здесь я конвертировал все в pandas, то есть это уже pandas датафрейм обычный. Spark поддерживает такую функцию, по-моему, с версией 2.3.0. Ну, давайте посмотрим, что у нас вышло. Вот наши short description, вот наши entities, да. Окей, конгресс, the White House организации, персона Сэм Нюнберг, персона Хиллари Клинтон, орг мик. Не знаю, правда или нет. Макерз, letting users reimagine. Не готов сказать. Person, person, person. Организация, вот geographical location, Йемен. Окей. Организация, Hellscom, Организация, Gucci and Gas. Yeah, I guess, I guess. Pizza Hut or Cheesy. Собственно, вот пример, да. Мы построили с вами pipeline. Что нам теперь остается сделать? Нам остается сохранить данные. Обычно вы что-то вычислили на BigData и куда-то дальше передали или сохранили. В данном случае мы будем сохранять в JSON файл. Довольно типичная операция. Здесь мог бы быть путь на S3 указан какой-нибудь. Здесь мы сохраняем просто в папку output. Что здесь происходит? Мы выполняем этот запрос. Мы делаем repetition. Что такое repetition? Как я говорил, работа распределена по разделам. Соответственно, когда вы начнете писать, то каждая нода возьмет и начнет писать свой раздел, и вы получите столько файлов, сколько у вас разделов. Понятно, да? Потому что все делают свою работу независимо. Это распределенные вычисления. Здесь мы хотим получить один файл. Да. То есть это каждая нода себе на локальный storage? Не на локальный storage. То, куда вы укажете. Это может быть SQL storage, это может быть S3, путь на S3, HDFS и так далее. В данном случае мы пишем в папку output, которая вот у нас локально находится. Если мы такую команду на распределенных платах выполним, то каждая себе локально пишет? Давайте подумаем. Это зависит от настроек, на самом деле. То есть по идее, наверное, да. Да, я думаю, да. Вообще вы пишете, обычно вы пишете не output, а вы пишете какой-то URI. Если вы локально, вы пишете файл, на двоеточие куча слошей и вперед. Или HDFS двоеточие и так далее. То есть вы указываете нормальный путь. Давайте проверим, что там вышло у нас. Так. Пока мы не вызвали у Pandas, это оград, да, вычисление каких-то… Еще раз. Пока мы не вызвали у Pandas, у нас переменная традиция… Да, я об этом забыл сказать. Когда вы производите вычисления, у вас любая операция… как бы Spark имеет дело всегда с immutable данными, да, не мутабельными. На каждую операцию вы создаете новый DataFrame, по сути, да, вот этой абстракции. И вот вы вызвали Spark SQL, переменная, в которой вы что-то сохранили, вы получили новый DataFrame. Зачем вы применили операции к этому DataFrame, снова получили новый DataFrame, да. И он как бы абстрагирует от вас то, что там на самом деле происходит. Когда мы вызвали 2Pandas, стартанули все вычисления по графу, и мы получили результаты. А мы можем на этом DataFrame вызвать еще… Другие операции, да. Мы можем его закешировать, например, если вы хотите много раз его использовать, например, в цикле, да. Обычно хорошая практика, вы можете вызвать кэш, он будет сохранен в RAM, чтобы снова не проходить по графу. И операции будут на нем повторяться. Ну, это вот типичная задача Machine Learning. Мы там все время что-то итеративное делаем, да, там вычисляем коэффициенты, задачу оптимизации решаем и так далее. Так, давайте проверим наш результат. GQ output. Вот наш файлик. У него такое длинное страшное имя в директории output. Давайте посмотрим. Окей. Вот у нас получился JSON. Давайте проверим. Вот short description, entities, то есть это list of dictionary. Ну, выглядит правдоподобно, да. Я понял файлик как-то прилично назвать? Нет, нет. Мы можем только директорию назвать. Файлик мы не можем прилично назвать. Это связано с тем, что в распределенной среде вам нужно выполнить работу независимо. Воркеры ничего не знают, они не координируются в плане того, что если у вас будет конкретное имя, вы его начнете писать в распределенный storage, может оказаться, что это имя уже там существует, вы зафейлитесь и так далее. Проще сгенерировать рандомное имя и сделать работу гарантированно, независимо друг от друга, без координации. Именно поэтому у вас такие странные имена. Да, именно с этой целью. Это технические особенности работы в распределенной среде. Вызывается шаффл. Часть работы выполняется локально, естественно, абстракции. Совершенно верно, да. Вам нужно приблизительно представлять, сколько данных вы там будете репортишнили. Да, это правда. Собственно, это все. Если вы чувствуете, что это были слишком легкие задания, для вас будет еще advanced task, но это будет домашнее задание, скажем так. Первые 10 человек, которые мне пришлют pull request в эту репу и смогут настроить, натренировать текстовый классификатор с помощью Spice для предсказания категорий. Если помните, в нашем news dataset есть категории, их можно предсказывать. Пришлите рабочий код и People.ai подарит вам одну из этих замечательных книг. Нет, а я не знаю, кстати. Нет, я думаю, бумажный, конечно. Подарим вам бумажную книжку. Здесь есть ссылочка с гайдом, как тренировать текстовый классификатор на Spice. Вопросы? Да. Я не слышу. Спайси – это питоновская библиотека, да. Мне неизвестен такой способ. Как вы используете в скале? Окей, расскажу. Мы используем и Scala и Python на production. У вас часть pipeline есть? Да, у нас часть pipeline в Python, часть pipeline на Scala тоже. У нас с этим нет проблем, потому что у нас много специалистов по Python и по Scala. Дело в том, что я объясню, почему такой подход. Я сам предпочитаю писать на Scala, потому что Scala, как бы функциональное программирование делает мой Python код еще лучше каждый день. Но на практике у вас есть экосистема и в частности machine learning библиотеки и NLP библиотеки гораздо богаче на Python. По тому, что вы можете сделать с ними. Поэтому именно такой смешанный environment получается. А вот такая-нибудь наподобие схемы, когда можно построить какой-то разный, который замолозить в языка независимую какую-то презентацию как-то на покупателе, и потом ее сервить условно на чем угодно на ассемблере встроенном. Спайси что-то похожее есть? Спайси идет со своим собственным фреймворком, который называется SICK, кажется. Это NumPy-based Deep Learning Framework. Он поддерживает GPU вычисления с помощью QPy. Но, как вы понимаете, TensorFlow и PyTorch само Spice не поддерживают. Да. Да-да-да, спрашивайте. Спасибо, мне очень понравился workshop. В принципе, прям таки вот хорошее это сблотно, замечательно. Вот. И то, что мы выполнили это вот в локальном размере там Spark там в этом самом и Docker Container, это замечательно. Но если на практике захочется что-то быстрое такое сделать, возьмя с этим Spark это вечно… Я согласен. Поэтому вопрос будет такой. Есть ли какой-то playgressive, куда полезть быстро положить, не знаю, в HTC, и попробовать это сделать на пяти нотах, пускай даже заплатно? Самый быстрый рецепт, который мне известен, это, наверное, все-таки сделать это в Амазоне на EMR или в Azure. EMR – это предустановленная хостед-версия Spark. И если у вас есть свои файлы на S3, а положить на S3, по-моему, очень просто, если вы знаете, как веб-консоль открывать, то это достаточно просто. Вы можете с вашего бакета поднять этот EMR-кластер и с вашего бакета почитать что-то и сохранить. Вот. То же самое функционал есть в AWS, в Amazon… Господи… Microsoft Azure, да. Вот. Да. Менедельный mikroson, понимаете, что это, что это решает сделать. Я понял. Именно поэтому мы используем только hosted версии Spark, потому что разворачивание big data кластеров и менеджмент их это очень сложная задача. Вам понадобится десяток девопсов, чтобы это все суппортить. Это очень дорого. Гораздо легче купить, по-моему, сейчас гораздо легче купить инстансы в AWS, использовать их. Тем более, что в AWS вы обычно… Spark же он stateless по своей природе. Он не хранит в себе состояние. У вас есть в data source состояние. Это значит, что в Амазоне вы можете пойти купить спот инстансы. Напомню, это инстансы, которые по принципу аукциона вы покупаете. То есть когда у Амазона есть какие-то свободные ресурсы, вы чуть-чуть за них платите, но их у вас могут увезти. Из-за того, что Spark stateless, вы можете вагон таких спот инстансов купить, повычислять там что-то и он у вас исчезнет. И сохранить результаты на S3 или на диск. И это гораздо… Ну вы можете это сделать одна, в отличие от разворачивания там. Потому что вам понадобится мезос, вам понадобится куча всякой фигни. Еще вопросы? У нас еще есть время? Окей, еще вопросы тогда. Нет, вы можете сделать то же, что мы сделали с NER, создать свою user-defined функцию, натренировать модель в Spice, создать user-defined функцию. И вот как только что мы делали на этом news-датасете, применить ее в вашем SQL-запросе и получить предсказание по description или по всему рекорду. Какой тематике данная новость относится? Все? Да? Ну, кажется, все. Спасибо. 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 Спасибо.